Сегодня мы рассмотрим основные эстетические анализаторы для C++, которые самые популярные и самые актуальные. Это будет краткий обзор, если кому-то будет более интересно какой-то отдельный анализатор, то можно будет рассмотреть его в деталях на следующем митинге. И для проверки, как анализировать статистический анализатор, я взял опенсорский проект, не большой, не маленький. Я думаю, все о нем знают. Это биткоин, это ни в коем случае не рекламирует его или это просто первый проект, которым я попался. И начнем мы с степи-чек. Последняя версия была в декабре 8-го числа. Он бесплатный, поддерживает 14 стандарт. И рассмотрим гуишку, рассмотрим гуишку, что он себе представляет. Я уже проанализировал тот опенсорский проект, который я говорил. Тут очень легко анализировать. Можно выбрать файлы, можно выбрать директорию. И когда все проходит... А, кстати, это очень важная настройка здесь, чтобы это все быстрее проходило, нужно настройкой указать 4 потока, но и сколько есть. Потому что, по-моему, чайне здесь есть один поток. С вип-чек нашел некоторые вординги. Они здесь сгруппированы по разным типам. Но самое интересное, я думаю, это будут какие-то критикал-ворнинги. Например, если убрать вот здесь перформансы, инфо, то, например, можно найти вот такой вординг, такой-то член-класса не итилизированный. Какой-то другой член-класса тоже не итилизированный. Но и можно фильтровать по разным типам. Можно некоторое добавлять в игнор, если, например, вот этот вординг не итилизированный, можно добавить. Справьте все эти вординги с этим итишником. Также в этого вип-чек есть консольная часть. Он запускается очень легко. Нужно указать папку, где директория. Следующий пример это указывается, что в четыре потока можно указать такую папочку добавить в игнор. Вот это iSource3Party. Эта папка добавляется в игнор. По умолчанию включены не все в вординге. Если, например, включить какие-то ошибки, которые связаны с перформансом, какие-то минорные информации, то можно включить с помощью флага enable. Либо можно включить конкретные отдельные правила. Или можно включить правила все. Также для этого эстетического анализатора есть официальный сайт и можно онлайн проверить какую-то небольшую функцию. Вот в данном примере есть опечатка в цикле. И этот цикл выходит за пределы массива. Также в этого статического анализатора есть плагин для Gentix. И в данном примере я запустил с дефолтными настройками. Потом включил все в рынки, чтобы показать, как будут отображаться дополнительные ошибки, которые я нашел. И вот такой вот график увеличится с ключевым ошибкам. Очень все легко. Довольно очень простой плагин. Перейдем к следующему. Следующий это PV Studio. Это платная туза. Последняя версия была не так давно. Это 16 числа. но, хоть она и платная, но есть бесплатная версия бесплатная версия для студентов, для опенсорских проектов, либо как для индивидуального разработчика. Там в документации все написано, как можно эту всю лицензию получить. Либо когда скачивается PV Studio, можно получить триал. Там пишешь письмо. и, ну я вот вчера вечером написал, мне там буквально через 20 минут ответили, вот лицензию прислали. И поддерживает 17 стандарт. PV Studio, она работает вместе с Visual Studio. Это как можно сказать, типа как плагин. Вот, например, покажу. То есть, когда устанавливается в Visual Studio, вот PV Studio, здесь появляется такой пункт меню. PV Studio и можно выбрать конкретный проект, либо Fizz Solution. Вот у нее, как также, как и в предыдущем, есть куча всяких разных фильтров по вордингу. Также можно отфильтровать. Вот, допустим, рассмотрим какие-то critical вординги. Ну, вот один из первых. Типа он показывает, что это условия света for true. Возможно, нужно проверить. Возможно, здесь может быть какой-то бах. Удачи. Ну, вот примерно вот такие вот вординги он находит. Я думаю, этот проект проверяется всем. Я не думаю, что этот парзин найдет в конкретном проекте прям очень такие critical. Но хоть что-то нашел. Также у этого багина есть. Также можно, например, сохранить все отчеты, сохранить анализ. И есть специально идет вместе с ним туза, который позволяет более удобно отфильтровать все репорты, все ошибки. Сохранение результатов происходит. Сейчас покажем. Вот здесь сохраняется оно в определенном PWA Studio формате. И потом с помощью этого приложения можно более удобно фильтровать, более удобно рассматривать к статистику. Также PWA Studio можно запустить из консоли. Указывается Visual Studio Solution, платформу, конфигурацию, вывод, настройки самого PWA Studio. Я не стал сильно ухлебляться, потому что я добавил ссылку и там более подробно расписаны все мелкие детали этого статического анализатора. Также, как и предыдущего ES-плагин для Gentix. Я пробовал его поставить. Там довольно он долго ставится. Поэтому я добавил ссылку, как устанавливать. Там идет конвертация этого репорта в формат для Gentix. но кому будет более ценно, можно будет прочитать по ссылке. Следующий статический анализатор это одна УЗА из Силанга. Называется ScantBuild. Последняя версия была в 2006 году. Она бесплатная. И она идет вместе с X-Studio. Она тоже довольно простая. Нужно указать папку, куда будет формироваться HTML-репорты и указать процесс сборки. И если в проекте нашлись какие-то баги, то будет вывод. Вот нашлись 16 багов и в папках где хранятся все эти все репорты. Эти HTML-репорты выглядят примерно вот так. Могу сейчас более наглядно показать. То есть, это тот же самый проект, который я рассказывал Bitcoin-серсы. Вот я их запустил и вот такой вот репорт получился. И мы видим, что у нас есть какие-то memory leak. Мы можем открыть их репорт. И вот здесь идет описание вот этой ошибки. Но я думаю, может более детально сессии проанализовать, что здесь не так. Эта сочетка анализатора анализирует во время сборки. Очень удобен вместе с CMake. Ну вот еще один пример, как выглядит репорт для конкретного файла. Следующая очень такая хорошая туза. Называется Clank Tidin. Последняя версия была 19 сентября. Она бесплатная и поддерживается 17 стандарт. И еще можно в этой статусе добавлять свои какие-то правила. Довольно очень расширяемая. Чтобы ее запустить, тоже она довольно простая. Указывается файл, который нужно проверить. Ну, либо определенная папка. По дефолту тоже не все ворнинги включены. Нужно сам включать определенный ворнинг, который интересуется. И для этого это консольная туза. Но для нее есть, например, плагин под Visual Studio, под Qt Creator. Но мне показалось, под Qt Creator довольно такая интересная. тут есть такие очень интересные флаги. Одну секунду. Например, некоторые правила для буста. И есть очень такие интересные правила, которые позволяют писать код более современные. То есть они детектят, где лучше используют Auto, где используют с помощью Qt Creator. Ну, тут еще есть разные для Android. Но более детально, я думаю, это очень легко почитать в документации. Кстати, вот этот флаг довольно тоже интересный. Ну, если, допустим, если, например, запускать ее с помощью Qt Creator, то все результаты будут вот в таком окошке. Сейчас перейдем к Qt Creator для наглядности. Вот список ошибок, которые нашли на тестовом проекте. Но там некоторые, конечно, файлы пропустило, потому что там нужно было указать include, но некоторые пропарсировали без ошибок. И тоже довольно очень интересно, очень удобно посмотреть. И есть очень хорошая штука, как она может автоматически пофиксить нужный варнинг. Для этого нужно поставить, вот, например, возьмем, перейдем. Так, это плохой пример. Так, и вот ставим вот здесь галочку, галочку типа нужно пофиксить и применяем fix. Теперь загружаем файл и, как видно, место вот этого, место типа, которое было раньше, оно автоматически заменило на auto. То есть так, как оно советует. Ну и можно поставить некоторые галочки и начать apply fix. Очень удобная штука. Ну, некоторые, да, конечно, нужно смотреть, разбираться, что здесь не так. Есть какие-то вопросы? какие мне послышалось. Следующий статический анализатор это тот, который идет с Visual Studio. Сейчас последняя версия это 2012. И его запускать довольно просто. Нужно зайти в Visual Studio, выбрать пункт меню Analyze и выбрать нужный проект, либо нужный проект. Нужен... Нужен solution, либо нужный проект. Так же его можно включать в консольном режиме. Нужно всего же добавить флаг Analyze. И здесь тоже есть поддержка сертификация. К сожалению, у меня тот проект не получилось проанонсировать Visual Studio, потому что он был под make, как-то меня не получилось перенести в Visual Studio, но я для примера взял другой проект. И результаты показываются тоже в отдельной вьюшке. И, например, вот один из примеров то, что может быть overwrite why, когда записывается к этому буферу. тоже довольно удобная штука. И рассмотрим такой небольшой тест-кейс, как справятся те анализаторы, которые мы рассмотрели. В общем, здесь у нас есть массив, есть два цикла, которые копипащенные. И здесь не изменяется и, то есть этот цикл будет бесконечный. И в этой строке у нас идет выход из массива. Мы запустим cpp check. Он только нашел ошибку, то что у нас есть выход из массива. Например, PV Studio, она более интеллектуальная. Она нашла то, что цикл может быть ну, то что у нас и не изменяется. То, что у нас цикл может быть бесконечным. Нашла копипаст. То есть намного более ошибок нашла. ScanBuild. Никаких ошибок не нашел. ClangTid. Нашла три ошибки. То, что у нас ИО здесь не изменяется. И выход из массива. Ну и как-то во время написания кода быстро детектит. Очень удобная штука. Visual Studio тоже ничего не нашла. Ну и, наверное, вопрос какой на завтра будет лучше для... Какой самый лучший? Как по мне, это все зависит от проекта. Можно каждый запустить, проверить. Например, cpp check. Он бесплатен. Есть много плагинов для разных GTS, но плагинов, которые последний тренируются с билд-системами. PV Studio, она более детектит такие опечатки, копипасты. У нее более глубокий анализ, но она не бесплатная. Но можно попробовать триалы запустить на своем проекте. И посмотреть, стоит либо не стоит. ScanBuild. Он очень интегрируется с Macom и анонсирует такие глубокие ошибки. Он, кстати, тоже бесплатен. И ClankTid имеет такие более современные правила, которые другие не зацепили. И в нее можно добавлять новые правила. Довольно гибкие. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Может, есть у кого-то какие-то вопросы? Может, кто-то себя на проекте использует какие-то статические анализаторы, которые я не помянул? Олег, на каких платформах, какие стулзов доступные? А, да, это забыл сказать. Cpp, человек, в принципе, доступен на всех платформах. PV Studio, насколько я знаю, седьмая версия, доступна и на Linux и на MacOS. Ну, и она была изначально доступна на Windows. ScanBuild. Насчет Windows не уверен, но на Linux и на MacOS точно есть. И ClankTid вроде на всех платформах доступны. Я как раз еще хотел спросить насчет ReSharper. Его тестировали? Влад, можешь повторить вопрос? Тебе просто шум был. ReSharper тестировали или нет? Нет, ReSharper не тестировал. Хорошо. А вы то используете себе на проекте такое? Еще раз. На проекте используете ReSharper? Ну, только для себя. На студии. Ну, их довольно много. Просто я взял такие более, самые популярные, самые на слуху. Такой вопрос относительно CppCheck. Я там на одном из слайдов видел summary с Jenkins и с графиком. Вот вопрос касательно того графика. Это график изменения динамики количества ворнингов во времени или этот график что-то другое показывал? Ну, у нас есть вот этот график. Ну, у нас есть, типа, второй билд. У него было вот так вот сколько количества щепок и вот у нас есть третий билд. Да, этот билд. Ага. И это просто по билдам. То есть получается по одной оси номер билда и по вертикали количество условных ворнингов. Да, я могу сейчас прямо право серебро показать. Вот. Если он будет более наглядным. Ну, и тут как бы есть ворнинги по файлам точно. Можно пройтись посмотреть. Типа там есть какие-то, какие новые добавили, какие-то, типа, страненные и так далее. Ну, допустим, возьму вот так этот файл. Ага, ясно. Спасибо. И еще такой вопрос. Я так понимаю, CPP-чек на практике приходилось некоторое время использовать или как бы это просто первая проба? Мне просто интересен, есть ли опыт, ну, такой чисто личный субъективный опыт в сравнении, скажем, того, насколько хороши результаты того же CPP-чека в сравнению с статическим анализатором, например, встроенный Visual Studio 2017. Вот мне интересно, есть ли у кого-то такой опыт? Ну, у меня такой опыт нет, но мы как раз на проекте выбираем, какой использовать, какой будет более удобный. Но лично у нас на проекте не в 2017 Visual Studio, поэтому... Ну, если у кого-то есть опыт, welcome. Ну, можно использовать и то, и то, в принципе. Ну, да, просто Visual Studio достаточно хорошо развивается, именно в том числе в направлении статического анализатора. И вот действительно довольно-таки интересно бы услышать мнение того, кто вот сравнивал, как вот последние версии Visual Studio работают в плане статического анализа по сравнению, например, с теми же бесплатными тузами типа CPP-чек. То есть понятно, что коммерческий продукт типа PV Studio наверняка будет на голову выше, чем та же Visual Studio или CPP-чек. Но вот интересно именно сравнение с бесплатной версией. У нас нужно взять один и тот же проект и на нем сравнивать. Да, похоже, да. Ну, лично я использую Qt Creator вместе с C-Clank моделей и теми тузами C-Clank TT, то довольно удобно. Ясно, спасибо за ответы. Я прошу, я там колись на проекте використовували сценар. Я видел его, но я не сравнивал. Если у кого-то есть опыт, то было интересно узнать. У нас есть опыт, sorry, что перебью тебя. Илья Кравчук из СДО, он сейчас занимается платформой от СДО. И они как раз работают с Сонаркьюбом. То есть можно в него попросить. Я не разрушаю твой опыт, потому что я не работаю. Но я знаю, кто работает, и он может порадиться с Сонаркьюбом. Так, вот так, sorry. Окей, спасибо, буду знать. Так, если вопрос больше нет, я тебе благодарна за сегодняшнюю презентацию. Вдячно всем, кто сегодня приедался до нас. Надеюсь, видео будет. Блогпост также. Всем хорошего понедельника. Всем па-па. Спасибо. Всем спасибо. Пока. Пока.